Дорогие друзья, много обращений поступает по теме достройки жилищно-строительных кооперативов, решения проблем обманутых дольщиков. Вопросы такие звучат не на пустом месте. Вы правильно их задаете, сомневаясь, а как, получится или нет. Средств в доходной части бюджета стало меньше. Хочу ответить на эти вопросы, во-первых, для того, чтобы вы не переживали. Мы занимаемся этим вопросом. Будем делать все для того, чтобы у нас решения максимально состоялись в этом году. У нас должно все получиться. Да, это непросто. Да, действительно, пандемия внесла свои коррективы. Но мы сделаем все для того, чтобы максимально решить проблему в этом году. Либо через достройку, либо через выплаты. Большинство домов проблемных сегодня будут финансироваться через федеральный бюджет, через Дом РФ, через фонд поддержки обманутым дольщикам. Мы эту работу с федеральным правительством и с руководством фонда, и с курирующим вице-премьером постоянно ведем. Она достаточно эффективна. Вопрос на контроле. Но для чистоты отношений скажу. У нас порядка шести домов сегодня находятся подвисшими. По ним пока решения нет. Вот в отношении этих домов, если только мы не выработаем эффективное решение по закрытию проблем именно вот этих объектов, придется с ними заниматься на будущий год. Потому что по всем остальным мы решения выработали, с регионом согласовали все вопросы. Соответственно договорные отношения либо уже подписаны с Домом РФ, либо в стадии заключения. Поэтому я надеюсь, что уже в июне мы по многим домам, а это количество и меряется большим числом, дадим ответ. Но вот по этим шести, я их не буду пока называть, думаю, что решение состоится позже. 76 домов у нас в 2017 году при обсуждении этой проблемы оказались в проблемной зоне. И сейчас вот из этих 76, порядка шести домов у нас самое тяжелое, это то, что скорее всего мы будем обсуждать либо во втором полугодии, либо уйдет на следующий год. Я это вам просто обязан сказать, с тем, чтобы вы понимали, что работа идет и что, в общем-то, мы постараемся сделать все, чтобы ее закончить в этом году. Еще о чем хочется сказать и подчеркнуть. Вся проблема обманутых дольщиков в Саратовской области нам, скорее всего, в итоге будет стоить около 10 миллиардов рублей. Федеральному бюджету, региональному бюджету, это цена управленческих талантов тех, кто в разный период времени занимал ответственные должности. Вот почему крайне важно, чтобы власть и руководители были эффективны. Нельзя стоять в стороне от того, что происходит в области. Необходимо вопросы контролировать, необходимо их сопровождать. Надеюсь, что такого больше не повторится и у нас не будет обманутых дольщиков. Но, дорогие друзья, вы должны понимать, что эти 10 миллиардов можно было бы потратить и на тротуары, и на дороги города Саратова. Я хотел бы, чтобы меня слышали те, от кого зависит решение этих проблем, чтобы у нас такое больше не повторялось. Надеюсь, что мы сделаем все вместе все возможное для того, чтобы в этом году у нас максимально проблема была решена. И чтобы в будущем году у нас уже не было обманутых дольщиков. Здоровья вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!